Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас четверг, 5 сентября. Давайте посмотрим на графики еврофунта и поговорим о дальнейших перспективах движения. Видим, что европейская валюта в первую половину дня справилась с давлением. Да, вышли у нас довольно смешанные данные по активности в сфере услуг стран еврозоны, где-то, к примеру, в той же Италии активность выросла. Активность во Франции также оказалась лучше прогнозов экономистов, а вот индекс деловой активности в сфере услуг Германии разочаровал. Снижается он уже четвертый месяц подряд вместе с производственной активностью, что является еще одним доказательством довольно плачевного состояния немецкой экономики, точнее, к тому состоянию, к которому стремится немецкая экономика, и все это плохо скажется на будущих темпах роста. Но, благодаря другим странам, сфера услуг в целом по еврозоне оказалась неплохой, и, в принципе, это привело к росту даже композитного индекса, отключающего производственную активность. Вторая половина дня прошла у нас более активно, хоть я и не рассчитывал на то, что евро с фунтом будут так покупать, но разочаровывающий отчет по сокращению новых вакансий на рынке труда США оказалось их намного меньше, чем прогнозировали экономисты, и довольно такой разочаровывающий отчет биржевой книги, в котором было указано на стагнацию и возможное снижение экономической активности в США, все это заставило продавать американский доллар, покупать евро, британский фунт, что постепенно готовит нас к ряду более важной фундаментальной статистики, связанной с американским рынком труда. Прежде всего, это сегодняшний отчет от EDP. Давайте с вами сразу посмотрим экономический календарь. Отчет от EDP ожидается изменение числа занятых в августе 144 тысячи после 122 в июле. Напомню, что показатель также снижается с марта этого года, и очевидно, что если отчет выйдет хуже прогнозов экономистов, то все это может привести к более крупному росту евро-британского фунта и падению американского доллара. Что касается европейской статистики, то ничего особенно важного. Изменение объема ручной торговли за июль этого года вряд ли он кого-то будет особо волновать по еврозоне. Данные по строительному сектору Великобритании и, собственно, объем заказов промышленности Германии. Отчет уже вышел, оказался он чуть лучше прогнозов экономистов, на что евро особо не отреагировал. Поэтому акцент на очередную статистику по американскому рынку труда. Также у нас выходит недельное число переученных обращений за пособием по безработице. Ожидается показатель на уровне 231 тысячи. И, собственно, если отчеты разочаровывают, как и активность в секторе услуг от АСМ в Соединенных Штатах Америки, я напомню, что в июле она восстановилась. В июне она еще находилась ниже 50 пунктов, что указывало на сокращение активности 48,8. В июле она восстановилась и ожидается, что показатель останется выше 50 пунктов. Если, опять же, он вернется ниже этой отметки, что будет указывать на сокращение активности, все это ослабит позиции американского доллара. Так что вся статистика, которая сегодня не ожидается, не в пользу доллара и только очень хорошие данные помогут развернуть рынок назад в сторону коррекции евро и британского фунта. Что касается непосредственно технической картины. Число и график евро-доллара. Есть у нас середина бокового канала 10,68. Есть верхняя граница 10,94. И на эти уровни будем делать акцент. В случае снижения ложный пробой на 10,68. Хорошая точка. На покупку евро идем мы на прорыв 10,94 с обратным тестом. Вчера у нас были отличные покупки от уровня 10,68. Аналогичный прорыв с обратным тестом 10,94 приведет к точке входа длинные позиции. В расчете на 11,16. И, быть может, даже 11,38 мы увидим. Где я посмотрю продажи на оскок с коррекцией 20-25 пунктов. В продаже от 10,94, от 11,16 на ложном пробое. Ну и целью, как вы понимаете, медведь является возврат 10,68. Закрепление ниже этого диапазона. Сильная статистика по США. Все это прямая дорога на 10,42. Ну а прорыв этого уровня откроет нам возможность по обновлению 10,12. Где буду покупать сразу на оскок с движением 25-30 пунктов. Длинные позиции от 10,42, как и от 10,68 только после формирования ложного пробоя. Что касается британского фунта, аналогичная история. Покупки на снижение 31,27 на ложном пробое средних скользящих. На мой взгляд, хорошая точка входа. Идем мы на 31,71. Закрепление выше этого диапазона. Добавляю длинные позиции. И жду уже выхода на где-то 32,21. Где буду продавать на оскок с движением 25-30 пунктов. В короткие позиции 31,71 на ложном пробое после обновления максимума вчерашнего дня. Если отсутствие активности быков будет заметно. И возврат по 31,71. Все это подходящая точка входа на продажу. Идем мы на 31,27. Ну а отсутствие здесь быков быстро свалит фунт на 30,88. Здесь длинные позиции открывая на ложном пробое. Только по аналогии с 31,27. Ну а покупки на оскок посмотрю 30,51. В расчете на ту же коррекцию в 25-30 пунктов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok